добрый день меня зовут анна агрова я когда-то давно написала статью первые игрушки после погремушки и вот совсем недавно у меня спросили а какие же погремушки нравится самым маленьким я решила сделать этот небольшой обзор он спонтанный а вот поэтому извините если будет какой-то лишний шум или не все сразу вспомнится я вернусь конкретной игрушки и так первые игрушки которые я делала своим детям это маленькие вот такие шуршащие специально открыла сегодня чехольчики от пипетки туда мы насыпаем например какой-то крупу какую-то это может быть ну не знаю гречка например то качественно закрываем и завязываем и вот такие погремушки маг детей были первые уже в возрасте до месяца они могли ими играть но мы сейчас не будем играть потому что сейчас мы активно все берем в рот довольно глубоко а ложки в том числе поэтому мы этой погремушкой уже не пользуемся дальше многие думают что наверное самым самым активным чем пользуются родители будут будут погремушки сильно звенящие на самом деле не так вот например вот эта погремушка нам досталось так сказать по наследству торговой марки называть не буду чтобы не расценили это как реклама это известная марка и даже не знаю сейчас если она в россии или нет вот у ребенка к которому была куплена эта погремушка она не пошла нам она как раз очень нравится за счет того что она не звенит а там находится губенчик еще у нас уже в более позднем возрасте стали любимые любые погремушки шариками я узнаю как это погремушка современная она есть до сих пор в детских магазинах на марке плейсах называется она галактика по моему маленькие большие шарики перекатываются по утрам . может даже минут по 20 по 30 рассматривать и сама уже перекатывать шарики даже более младшем возрасте месяца в два в три мы очень любили маракаса вот обратите внимание вот у этой погремушки ручка как палочка вот эту погремушка мы любим а у этой погремушки ручка у нас сделано с дырочкой да вот эта ручка у нас не пошла для абсолютно одинаковые погремушки на моему удобно ребенку держать как палочку или как колечко бывает а вот такой вот овальчик да такое вот крепление не знаю как назвать держатель для руки оказался моему ребенку неудобно причем не не только дочки но и и сына у них любимым был вот этот маракасик с палочкой по этой же причине я люблю деревянные игрушки ручной работы например вот это вальдо это погремушка была любимая у моего сына а это вот у старшей сашиной сестренки в виде матрешки она не очень сильно звенит извиняющих мы любим маракасы где-то месяц в четырех мы увлеклись вот с галактикой раньше мы маракасами маленькими шумели вот это погремушка больше 1 она не такая звонка но мы до сих пор тоже очень любим вот у всех у них удобные палочки держатели может быть поэтому а вот у этой погремушки шарики которые можно брать в ротик и более того их можно еще вытягивать да и и мы любим больше пожалуй чем вот форме матрешки то есть после первых шуршащих от крупы погремушек мы перешли на на нежные теплые добрые деревянные игрушечки сделаны своими руками нам всегда нравились и производственные маракасы но для дочки было важно чтобы они были палочкой а также крупные игрушки но не с разными элементами звуками с бубенчиками хотя вот эта игрушка может подойти не всем я вот знаю что у многих вот такая погремушечка не пошла может быть потому что она довольно тяжелая из самых простых игрушек которые можно из первых 3 продажи вот есть вот такие погремушечки они идут обычно набором вот такие игрушки держать неудобно а вот на палочке было самое то и они очень легкие вот мы их использовали тоже уже практически после первого месяца вместе вот с такой игрушечкой которая на многие подвешивают у нас она была прикреплена к развивающему коврику и дочка долго за нее дергала и нравился не дергать и держать за один камень кстати обратите внимание с правой стороны от вас от зрителей с левой мы видим 1 мобиль вот мобиль это тоже первая игрушка для меня было всегда важно чтобы игрушки были ну тканевые вот например у нас есть такая раритетная облачка тоже это похожие фирмы но более раннего производства с этими игрушками играем вот как-то так получилось что вот именно мобили с пластиковыми игрушками у моих деток моим деткам было неинтересно и я знаю что не только моим вот игрушка я честно признаюсь этому облачку 20 лет более того я где-то еще принесла игрушку если потом найду покажу там в набор входило зеркальце форме в такой тоже космической луна месяц звездочка и игрушки ничего не сделалось и они были одним из самых любимых может быть потому что вот они такие мягкие с какими-то элементами за которые можно подергать вот итак основное по моему я показала что хочу еще дальше показать уже наверное в месяца три мы начали интересоваться еще вот такими маракасе коми ну в данном случае они подарочные вот к торговой марке где-то нам на фестивале их подарили удивительно что я уже тогда обратила внимание что всем деткам ну кому давали они всех заинтересовали не маракасик это называется вылиться у меня название музыкального инструмента такая вот погремушечка самое интересное что ее хватает надолго дети давно довольно лет до трех наверно такой игрушкой интересуется можно даже польшей использовать как не подскажет мне оператор не подсказывает в целом название музыкального инструмента дальше вот такая крупная погремушечка тоже ну не у всех деток может пойти мои вот она нравится именно из-за звука и что здесь вот колечко довольно большое как у той тяжелой погремушки ну вот такие игрушки как бы нравится не всем малышам не каждый будет ее держать не каждому будет удобно еще одно из первых игрушек первые игрушки те которые мы используем до 6 месяцев я считаю вот такие тактильные мячики но эти мячики не очень удачные когда-то в россии компания мир детства производил мячики большего диаметра ямочек было там три вида на этих только два вот и они были раскрашены в разные цветами но самое самое значимое у них было то что они были очень мягкие вот это два разных бренда один по моему белорусские 2 написано россии но мне кажется китайского производства вроде бы без запаха приятные но к сожалению жестковато ребенок самых сжать не сможет да и даже в ротик хочется взять тоже у нас не получается но нам все равно нравится что вот в ямочке попадают пальчики не принесла забыла хотела показать массажный мячик он как ёжик да мне он тоже нравится что он у нас мягкий обращайте внимание когда сенсорные вот эти игрушечки по эти чтобы они были все-таки мягкие для малыша вот я знаю что у многих деток самого раннего возраста вот бывают такие любимые игрушечки разные которые можно пососать потрогать вот у нас вот допустим такой зайка тоже у нас не пошел первая игрушечка с которой мы спим несмотря на то что мы маленькие дома все отобрали это у нас обычный игровой зад для меня всегда важно было чтобы он был мягкий очень нежный для более старшего возраста важно что есть хвостик шарики наполнитель в нижней части вот здесь есть мягкие ушки а вот с этой игрушечкой мы спим по поводу вот это кстати тоже относится к гримушкам довольно известные торговые марки тоже по моему она сейчас россии не представлена вот эти музыкальный инструмент до собирается в такой вот руль с ним можно играть но конечно в возрасте до шести месяцев единственная игрушка который нас интересует и идет у нас который мы можем играть это опять же таки такой вот большой маракас шариками шариками вот вообще обратила внимание что погремушки прозрачность прозрачного пластика шариками больше всего привлекает детей вот самом вашем возрасте и за счет того за счет конструкции они довольно легкие вот здесь удачное сочетание материал и пластик по поводу грызунков вот сейчас моей малышке пять месяцев до через пару недель нам будет уже шесть у нас огромное количество разных грызунков было здесь вот не могу показать ну вот это классический да вот российский вот такой грызуночек есть вот с ручками они сейчас продаются у нас такие грызунки честно говоря не пошли в том числе силиконовые которые наполняются наполнены дистиллированной водой и замораживаются мы можем несколько секунд с ними поиграть и да они у нас куда-то бросается вот это у нас любимая погремушечка вообще как так получилось вот эти две игрушки они подарочные разных японских марок вот такой зайчик с губенчиком внутри практически самого рождения мы с ним играем со всем ушки очень приятный на ощупь мягкие как будто махровенький и вот такая такая погремушка грызунок с маленькими колечками обратите внимание здесь точечки они разные формы вот с этим грызунком когда нас уже сейчас беспокоит зубки мы можем проводить по полчаса и больше по поводу по поводу неваляшек честно говоря я своему ребенку приобрела вот такую неваляшку и прости пожалуйста да но нам подарили размером поменьше и вот поменьше стала нашей любимой по моему у нас переизбыток игрушек всего так много скажи еще люблю типа вальды деревянные игрушки ручной работы но здесь может быть минус если игрушка упал или ребенок несколько раз ее там стукнул по какой-то причине случайно она у вас упала извините же так неваляшка не будет различные сенсорные шарики вот это все относится к игрушкам после 6 месяцев этой игрушки после погремушки то есть на них мы пока упор не делаем денежки не тратим купим когда детки подрастут и мы определимся что им интересно но самая наша интересная игрушка никогда бы не подумала уже в три месяца мы начали ее переворачивать вот такой музыкальный кубик правда я не знаю есть ли ему сейчас на рынке аналог не нашли вот этим кубиком мы занимаемся подолгу да пока мама может что-то сделать на кухне или заняться какими другими делами еще к первым игрушкам первым игрушкам до шести месяцев можно отнести развивающие книжки с одной стороны у нас картинка с другой стороны черно-белые полосочки здесь у нас кто собачка а вот такие книжечки мы начали рассматривать практически с рождения для зрения мы подвешивали не знаю бывают и какие-то подарочные от фирмы вот такие рисунки может самим распечатать черно-белые на принтере солнышки улыбки клеточки полосочки точечки ромбики вот и где-то после четырех месяцев мы начали рассматривать книжку с абстрактными рисунками но это не обязательно это может быть просто рисунки какие-то которые вам нравятся на любимых художников у нас появилась первая книжка дальше что еще черно-белым игрушкам сейчас слава богу они представлены в большом количестве у нас особое отношение самого рождения как у всех малышей потому что они не сразу воспринимают все цвета вот это сова погремушка стала одной из самых любимых и бывает еще в продаже вот такие кубики легкие сразу с разной формы рисунка и где-то есть книжка платочек она же шуршалка а дома на они тоже разные представлены это вот то что может успокоить на прогулке очень хорошо с собой брать здесь разноцветные ленточки которые давай мы тебя заберем по моему тебе не очень удобно займись книжечкой ну пожалуй из любимого все чтобы мы не стали покупать вот такая вот игрушечка вот с такими грузунками честно говоря сашулька у меня четвертый ребенок ни один ребенок у меня в такие игрушки не играл нужно их подвесить над развивающим ковриком вот но наверное не более того потом вот такие грызунки не знаю мне кажется больше для мелкой моторики такая игрушка может подойти тоже никогда не было интересно крупные игрушки которые как бы вот считается что они тут и шуршал очки музыкальные и грызуночек и 125 в одном но тоже мне кажется вряд ли будет любимая у ребенка она вроде многофункциональная но очень тяжелая маракас вот такой это уже не ручная работа мне кажется это какая-то торговая марка производит он довольно тяжелая для первой ручка не такая удобная вот сможем им поиграть на тоже недолго и для более старшего возраста он совсем тихие книжки мягкие вот я когда-то совершенствовал книжку тоже известного детского производителя это все на более поздний возраст хотя у меня тут какие то есть элементы для моторики мягкие игрушки даже если они шершащими и гремящими элементами да их можно немножко порассматривать но до 6 месяцев они практически не интересно пальчиковые игрушки тоже на возраст старше 6 месяцев ребенку может быть интересно вот такие вот погремушки с крутящимися элементами там виде шарика у нас он про случайно оказалось никогда не покупала но вот вызвало интерес хотя вот все эти катающие элементы или машинки бывают с такими шариками тоже на возраст старше 6 месяцев а да вот совсем забыла сказать у нас у сына был для пустышки вот такая цепочка тоже по морной фирмы сейчас не представлена на российском рынке но есть российские производства не хуже качество вот видите за много лет ничего не сделалось вот эта цепочка вот эти бусинки мы можем перебирать до бесконечности мы рассматриваем этого мишку мы двигаем бусинки давай могут в рот берем бантик или там кружочек это все очень интересно то есть вот такие игрушки тоже можно отнести к первым а так насчет грызунков помимо вот нашего любимого вот такой я тоже приобрела мне очень понравилось оказалось такой забавный легкий зайчик но тоже не увлек ушки да иногда погрызем морковки не знаю то ли они не шуршат не гремят не интересно звоните игрушками тебе все интересно а вот из погремушек из первых вот у дочки у старшего не были любимого так и погремушки счета мне казалось это просто идеальная погремушка легкая разноцветная но вот сашулька она особо не заинтересовала возможно у дочки просто не было в то время такого вы бы выбора погремушек да и вот эта погремушка у нее зашла была любимая замечательно если есть возможность купить черно-белые игрушки и одни из самых любимых у нас остается самые обычные колечки вот здесь у меня одеты они практически все одинаковые до тактильные а бывают мы тебя завалили бывают разные формы вот кстати еще отличная игрушка мне показал что в ней нет ничего такого мы подвязываем развивающему коврику шарики на резиночке когда-то были в советские времена погремушечка с шариком тоже очень интересно так сашуль мы не все показали бывают погремушки не только шариками из прозрачной но и с каким-то животным да очень любим вот этого жирафчика и последний вид погремушек они часто бывают на развивающих ковриках да вот с таким вот механизмом очень интересно но все-таки при да надо маме будет развлекать малыша потому что сам ребеночка вряд ли да вряд ли сможет нажать ну наверное практически все потеряла я одну игрушку и бывает многофункциональные игрушки вот такой вот сортер например до этого у нас был пластиковый более простой мне нравится сортера которая надолго хватит например это может быть черепашка до панцирь у нее в виде кружочку открывается и там разные формы что для меня было важно разные формы разные цветы фигурки здесь у нас более там более такого узкого назначения но смотрите вот эти элементы которые гремящие здесь они еще и прозрачные ну сашелька очень заинтересовали то есть засуда сортера нам еще далеко чтобы фигурки вставлять но элементы мы уже сейчас используем играем в них и очень нравится как они шурша так ну наверное пожалуй все пожалуй все в общем то все наши любимые первые погремушки мы показали ссылочку на статью наверное пришлю правда будет статья размещена на другом сайте возможно и добавлю позже а вот и нашлось наше любимое колечко колечки бывают не только разной формы то есть разного цвета с разными элементами но бывает черно-белый вот это колечко была наша первая любимая игрушка мы подолго рассматривали и пытались его хватить спасибо за внимание извините я устала и пойду спать пока пока